Друзья, всем привет, с вами Яков и мне очень приятно, что вы смотрите данный ролик на моем канале, в котором в свою очередь мы с вами поговорим, как немножко продуктивнее стартануть грядущий 12 сезон. И каждый из нас, как я в принципе в том числе, ставлю перед собой определенные цели. Если ваша цель дойти до четвертой главы, то в принципе можно ставить любым персонажем. То есть закрываете четвертую главу, получается рамку, крылышки, ну и в принципе сезон заканчиваете. А далее или переходите в обычный режим, ну или же заканчиваете Diablo 3 на следующие три месяца, во всяком случае. Если вы на сезоне решили задержаться, ну во всяком случае как минимум до главы хранитель или даже до конца, то тут уже лучше упираться в определенные, скажем так, меты. Если ваша цель сезона только глава-хранитель, то тут лучше сортовать быстрыми билдами, который будет вам очень быстро помогать выполнять определенные, так сказать, завоевания сезона по ходе. Также немаловажный момент, здесь конечно же и комплектное подземелье, то есть лучше выбирать те стартовые сеты, которые комплектное подземельение легкие. И, в принципе, их можно без проблем закрыть в Соло. Даже если они воспугают, то эти комплектные подземелья можно, в принципе, поразить за другой сет. То есть на старте сезона нам дается один сет, но вы же можете выбить и другой, не найти такся и скрафтить. И таким образом закрыть комплекта проземелья более легким сетом в любом случае сезон надо стартовать на всякий случай ребята сообщают что 100 12 сезона я буду транслировать онлайн как всегда на две площадки это youtube и twitch так что 9 ноября это четверть милости просим 6 0 будет начинаться трансляция точнее начинаться старт сезона ну трансляцию может начну немножко раньше 5 5 30 около этого и все это по московскому времени сезон я буду стартовать со своей группой потому что в группе по мне играть интереснее слово как-то скучно если вы пока новичок в игре и не знаете с кем он сортовать сезон то я вам хочу порекомендовать довольно перспективный клан и название у него wildclubs ребята из этого клана неплохо вырываются в топ кланов но во всяком случае по версии сайта d3lader.com собственно этот клан ведет набор своих мемберов и вы в принципе без проблем можете не уступить только нужна от вас заявочка требования стандартные адекватные люди ну и возможно связи ссылка на рейтинг этого клана в d3 ладере будет находиться в описании под роликом также как и ссылка на форум группы и на группу этого клана вконтакте отличительная черта этого клана что у них есть своя система поиска группы то есть у них существует таблица ссылка на которую тоже будет находиться в описании под роликом в которой указаны все реквизиты каждого члены группы то есть каким персонажем владеет логин и дискорде но также с какое по какое время он может играть и если у вас какие то есть амбиции на попытку попасть в топ ладера этот клан один из вариантов так что если скучно начинать сезон одному попробуйте вместе с этим планом но любом случае перед всеми нами будет стоять одна задача это начать сезон и докачаться до 70 уровня это наверное самая сложная задача но в любом случае на моем канале имеются стартовые билды для любого из персонажей это стартовые билды на прокачку с 1 по 70 уровень и собираясь по этим билдам вы в принципе можете спокойненько докачаться как соул так в принципе и в пати биллы это неоднозначное можно использовать абсолютно любые умения но я для себя выделил такими такими я и качаюсь если вам понравится то можете использовать и их ссылки на эти билды тоже будут находиться в описании под роликом если это вас конечно что заинтересует но далее качаемся до 70 уровня и переходе непосредственно к нашим главам а потом когда мы начнем выполнять главы сезонного похода нам за каждую главу то есть вторую 34 будут даваться определенные скажем так предметы из сета такие сеты в итоге мы получим за некроманта это аватар прогула за колдуна это духа рахира за барвара это бессмертный король за чердейку это тайный вырон за крестоносца это поиски света за охотника на демона это месть натали ну и за монаха это стратегема ульяны то есть вот такие вот сеты мы получим когда закроем все четыре главы сезонного похода то есть как я уже говорил если ваша цель заработать сезон до 4 главы стартовать можно абсолютно любым персонажем если ваша цель глава завоеватель это в том случае если у вас еще не максимальное количество складок я бы во-первых посоветовал все персонажи у которых самый легкий комплект на подземелье комплект на подземелье принципе сейчас легкие у абсолютно всех персонажей но и стартовых сетов наиболее трудно это у монаха а также у сорки то есть я не говорю что они вообще невыполнимые просто чтобы выполнить их надо немножко потрудиться. А у крестоносца, варвара, колдуна, некроманта, а также охотника на демонов, они выполняются прямо с, можно сказать так, одной рукой. Там они предельно легкие. Так что этот момент при выборе персонажа тоже учитывайте, если ваша цель только глава-завоеватель. Если что, то ссылка на все комплектные подземелья будет находиться в описании под роликом. И придя по этой ссылке вы сможете найти все комплектные подземелья на любой персонаж, а также на любой сет. Далее, чтобы закрыть главу-завоеватель, нам надо выполнить два достижения. Из них два самых-самых легких завоеваний, по мне, это проклятие. То есть нам надо из проклятого сундука убить за один претест 350 бобов. Ну и естественно такое завоевание, как азарт. То есть не имея на себя ни одного с этого примета, мы должны закрыть 45-ый портал в соло. Поверьте, в патче 2.6.1 оба эти достижения делаются просто элементарно. А находясь при этом в группе, вы их закроете еще быстрее. Но в любом случае, если вы еще не знаете, как это все делается, то ссылка на все завоевания будет находиться тоже в описании под роликом. И перейдя по ней, вы тоже найдете описание любого из достижений. Ну и в принципе дальше продолжайте играть. И вам по сути останется выполнить только пару-тройку заданий. В принципе они все легкие. И глава-завоеватель у вас будет выполнена. Если вы на этом решите не остановиться, а выполнить главу-хранитель, то там еще надо выполнить еще одно достижение. Ну или завоевание, как хотите. Но тут в принципе возможны варианты. Или же режим босса. Но тут надо поработать и в течение 20 минут уничтожить всех боссов на уровне сложности истязания действий в этой игре. Ну или завоевание, которое по сути само по себе выполнится тоже легко. Это сверкающий экран меденький. То есть нам просто надо оправдать 3 самоцвета до 65 уровня. Согласитесь, это выполнить в принципе не составит никакого труда. Так что вот эти вот ребята 4 завоевания из 5 можно выполнить. И глава-хранитель у вас будет завершена. Ну а там закрыть неполемский портал уровня сложности истязания 13 за 4 минуты. Я думаю в нынешних реалиях патча 261 это просто сделает практически любой билд. Ну который конечно же акцентирован на фастраны. Ну вот в принципе и все. И выполнив все эти задачи, у вас закроется глава-хранитель и это как бы весь сезонный поход. А далее или оставайтесь в сезоне. То есть пытайтесь штурмовать топ ладдера таблицы, ну и выбиваться на первые места. Если конечно это ваша цель. Ну или же переходите в обычный режим, что скорее всего сделаю я. Но чтобы там не было, как я уже говорил в начале ролика, самое главное это докачаться до 70 уровня. Если вы не знаете как это лучше сделать, то есть у меня ролик и на эту тему. В любом случае ссылка на этот ролик будет находиться в описании под данным. Одно еще хочу сказать по поводу старта сезона. Но лучше поздно, чем никогда. У нас как-никак имеются порталы дерзаний. И вот где-то во вторник 7 ноября этот портал будет обновляться. Так вот вы его не торопитесь выполнять. А выполните вы его 9 числа, то есть после старта 19 сезона. Можете в самом начале сезона, можете чуть-чуть позже. Потому что выполнив этот портал, вы заберете в награду сумку. А в этой сумке будут золотые монеты, ресурсы для крафта, ресурсы допустим актовые. Они ему помогут извлекать свойства допустим в кубке най. Ну или крафтить какие-то приметы. В любом случае, согласитесь, это неплохой бус на старте сезона. Так что еще раз напоминаю, не торопитесь его закрывать от портала дерзаний, а закройте после старта сезона. И на этом моменте я ролик буду заканчивать. Я надеюсь посыл мой был вам понятен. И вы, во всяком случае, для себя решили, кем будет стартовать сезон. И есть такое небольшое исключение с правил. То есть если кого-то не интересуют вообще никакие главы, никакие достижения, никакие завоевания, никакие награды, то самый идеальный вариант наверное стартовать таким сетапом. Это 3 некроманта и 1 варвар. Почему таким сетапом? Потому что это самая лучшая мета в нынешних реалиях для прокачки парагона. И вы на старте сезона можете уйти далеко вперед, а уже потом по истечении допустим месяца выполнить все завоевания, получить все награды, ну и дальше фармить сезон. А потом еще собирать себе дополнительные персонажей для других задач. Допустим для пуш соло забегов, ну или для пуш забегов пати. Так что как-то так, друзья, как-то так. Мне остается с вами попрощаться, поблагодарить за просмотр, ну и пожелать удачи на старте сезона, на котором с вами мы собственно увидимся 9 числа в 5, ну или 6 часов вечера. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, если вам нравятся ролики на этом канале, комментируйте, советуйте друзьям, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал на ютубе, вступайте в группу вконтакте. Я же для вас буду подготавливать все новые и новые интересные видео. Желаю всем удачного фарма, с вами был Яков, пока!